Всем-всем большой привет! Хочу сегодня начать новый проект Project Pen. Это использовать и выбросить. Я отобрала 10 продуктов и все они для губ. Решила я в этот раз сделать этот проект только на помады и блески для губ. Потому что именно эти продукты как-то более медленно тратятся. И это именно те продукты, которые есть возможность доиспользовать. Отобрала я по принципу то, чего осталось немного. Все продукты мои любимые. Я их очень люблю. Поэтому именно они уходят первые. Но так как в каждой помаде или блеске остается по чуть-чуть, то хочется эти добить и пользоваться теми, которые пришли им на замену. Те, которые куплены уже недавно. А вот эти мои любимки, чтобы уже на донышке не болтались, а я их использовала. Решила я этот проект сейчас, начало сентября, провести до конца декабря. То есть до конца этого года. Четыре месяца. И так как у меня в косметичках месяца очень много всегда помад, то я думаю, что именно эти средства войдут у меня в косметичку месяца еще октября. А ноябрь и декабрь там будут на месяц меньшее количество помад и средств для губ, чтобы использовать именно эти. Ну, теперь давайте ближе к делу я покажу, что именно я отложила. С огромным удовольствием буду использовать вот эти две малышки. Честно, мне их было очень жалко. Выбирать, видите, они такие красивые, со стразинками. Это подарок от моей подписчицы от Оленьки. Это Clorans. Это у них такие, мы называем пробники, мини-версии. Не знаю, что за серия. В оттенке 07. Вот такая красивая помада. То есть ее тут и было немного, но так как вот выглядит уже на донышке, то я хочу использовать и уже закончить. Она такая полу-глянцевая, полупрозрачная и смотрится очень нежно на губах и красиво. Когда я делаю легкий макияж, мне нравится, когда эта помада на мне наносится без проблем. Есть влажный такой финиш у нее. Эффект влажных губ. И мне она очень-очень нравится. Вот ее всего тут вот столько. Поэтому я буду ее использовать. И вторая в оттенке 705. Не знаю, из одной серии они или нет. Ее тут уже больше. Вот такой вот оттенок. Давайте я вам ее тоже покажу. Эта помада ложится плотнее. И оттенок у нее очень красивый. Такие натуральные губы. Как говорят, мои губы только лучше. Вот такой вот оттенок. И ее тоже тут немножко. Будет, конечно, мне с ними жалко расставаться. Но в любом случае это надо делать. Моя просто любимка от Maybelline. 255 оттенок. Юлюечка мне дарила. Ее осталось тоже тут, представляете, чуть-чуть в августе. Она у меня была, наверное, самой частой жительницей губ. Вот такой сиреневый оттенок. На загар он смотрится очень красиво. И я с огромным удовольствием ей пользовалась. И буду пользоваться, пока не закончится. Следующая помада от Avon. У меня на самом деле есть такая еще целая. Это и осталось вот такое количество. Немало. Не знаю, справлюсь ли я до декабря. До конца. Но если постараться, то можно. Она светло-розовая такая. Чуть-чуть она подсушивает губы. Но не критично. Мне даже нравится. Они немножко... Ну, мои губы красивее смотрятся. Когда они чуть-чуть, вот прям как будто я ощущаю эффект стянутости. Но ее можно также на бальзам для губ. И будет вообще без проблем. Вот так смотрится. Так, ну пока блеск не буду. Отодвинем его. Помада от Фаберли Кайтуай. Их уже давно нет в продаже. Вот такое количество ее. Давайте вот здесь нанесу. У нее есть такой коричневый персиковый, что ли, подтон. И в то же время есть что-то в розовое уходящее. Такая она какая-то интересная, тройная. Может быть, за счет каких-то мелких блесток вот она уходит слегка в рыжинку. Но при этом все равно видно и розовину, и коричневый потом. У меня камера чуть-чуть делает светлее. Может быть, вам не все оттенки видны, но в целом камера передает верно. Следующие помады две они от Эйвен. Их не уронить бы ничего. Ой, давайте я попробую вот так показать цвет. Они есть. в каталогах их можно купить. Обиделась. Видите, что я ее в Project. Ну, давай. Кто-нибудь тут что-нибудь видит? Я не уверена, что я вообще показываю. Вроде бы вот так, да? Если кверх ногами, значит, кверх ногами. Я не вижу. Это очень для меня мелко. Вот ее столько всего. Она такая красивая розовая и у нее блестки. Выглядит очень сияюще на губах. И блестки у нее такие розово-малиновые. Не знаю, камеру поймает или нет эти блестки. Такой интересный вид. помады больше летний, но я думаю... А что я ее закрыла? Давайте обратно открывать. Вот это я достану. Это поставим сюда. Главное спецэффект не устроить, не громыхнуть все. Я тут буду уже стараться. Не уверена, что будет видно. Эта помада видна. они обычно по трой полностью завернутые. Этой осталось совсем немножко. Она вот такая тоже вся с блестками. Тоже от серии люкс. Вейвен. Какие-то они мерцающие, блестящие. В ней блесток много. Вот я сейчас даже наношу на руку и чувствую эти блестки. носятся они хорошо, но когда помаду начинаешь стирать, эти блестки могут, конечно, и в неожиданных местах лица оказаться. Но в целом смотрится неплохо. У нее тоже блестки похожие по цвету на предыдущие. Какие-то они и малиновые, и оранжевые. Дает такое красивое свечение. Прям перелив. Ну и видно, что помада немножко тает и собирается. Ей нельзя переборщить. Ей можно переборщить, но этого делать не надо, потому что если вы переборщите, она может как-то некрасиво проявлять себя, как-то наляписто смотреться. Еще одна помада от уже от Reflame The One так она называется. в таком же стике. Вот ее столько всего. Вообще это небольшое количество, потому что у нее и так по граммам не так уж и много. Это тоже такая, с такими же почти блестками она созвучно идет с предыдущими двумя, только другого оттенка. они очень схожи по своему составу, что ли. Точно такие же блестки какие-то малиново-оранжевые. Давайте я вот так поставлю. И блеск, который переходит с прошлого Project Pen в этот, я, если честно, им пренебрегала. Больше тогда пользовалась помадой, но мне его жалко. он на самом деле очень красивый. У него такой очень мерцающий красивый оттенок. И по цвету он чем-то схож с самой первой помадой от Maybelline. Давайте вот сюда нанесу. Тут уже аж камера не ловит. Какой блеск красивый. Тут сиреневого много и в блестках уже много бирюзы. и уже все оттенки красного малинового и даже есть вот эти зелень бирюза в блестках. И поэтому она, конечно, уже играет. Тут я не буду открывать, потому что не видно будет. вот как бы мне тут дотянуться. Поставила помады. спецэффекты не сделать. Ну и тоже с прошлого Project Pen я решила оставить сюда вот этот блеск. Он очень приятно пахнет шоколадом. И взяла я вот такой карандаш. Я долго думала карандаш с прошлого Project Pen оставить или нет в этом. Но он у меня получается понимаете одиннадцатый. Вот этот блеск десятый. Давайте я вам покажу его. Он мне очень нравится. Им нельзя не надо перебарщивать. Иначе будет неприятно тоже казаться, что он чувствуется на губах. Если чуть-чуть, то будет красивый оттенок, шоколадный аромат. И он будет хорошо себя вести на руке. Вот такие красивые, светлые, нежные, блестящие сияющие просто цвета будут радовать меня в этом проекте. Ну и наверное не знаю уж оставлять его одиннадцатым. Но в любом случае этот карандаш остается вместе вот с этим бальзамом. Поэтому давайте я вам его тоже покажу. Если он у меня будет уходить вместе с остальными как матовая помада, то я буду просто счастлива. Его всего здесь вот столько. Это очень много, потому что я крайне редко им пользуюсь, но мне его жалко. Он не больше используется как кисть. Но его можно как матовую основу вот так вот под этот блеск. То есть этот блеск наносить прямо на этот карандаш. Либо его использовать просто как матовую помаду. Я это говорю, сама так не делаю. Но попробую, потому что я хочу в октябре это сделать еще моей косметичкой в косметичку именно эти средства оставить. И я думаю у меня тогда лучше пойдет процесс. Вот такой Project Pen у меня до конца декабря. Я наверное сейчас сфотографирую как выглядывают, насколько выглядывают эти помады, чтобы мне потом ориентироваться по фотографии. Иначе я в процессе использования не могу вспомнить потом сколько было. А именно фотография она будет меня как-то побуждать пользоваться дальше и видеть результаты. Надеюсь со мной было интересно. Вот такой проект меня ожидает. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр и всем пока.